Можно ли из двух бревен сделать три? Да, отвечают научные работники Сибирского технологического института. Лесопереработка в 60-х – одна из основных отраслей народного хозяйства. Ученые нынешнего СИК ГТО заботились с проблемой экономии сырья, ведь две трети древесины уходило в стружку. Ученые института создают клей, позволяющий отходы обработки превращать в ценный стройматериал. Пропитанные клеем из лигнина стружки и опилки сначала формуют, а затем прессуют. В этом станке при температуре 120-160 градусов и давлении в 200 атмосфер получают плиты по своим качествам, не уступающие деловой древесине. Один из создателей нового материала, Датсет Денисов, показывает, плиты и стружек можно пилить, строгать, причем в любом направлении, и фонировать. Стоит увеличить давление до тысячи атмосфер, и стружки превращаются в детали машины. Вот что делают из отходов. В 60-м красноярцы не только активно и рекордно работали, изобретали, но и проводили городские праздники широко и с размахом. День строителя уже так не отмечают давно. День, о котором мы хотим рассказать сегодня, был одним из самых обыкновенных августовских дней. На улице Красноярска он вошел вместе с колоннами строителей, отмечающих свой праздник. По проспекту Мира с транспарантами прошли строители Краозачинского, Глиноземного, дороги Абакан-Тайшет и других стройков века, которых в Красноярске тогда было предостаточно. Народные гуляния проходили целый день в Центральном парке и на стадионе, где присутствующие увидели, как сказали бы сейчас, настоящее шоу. Они пришли, создатели юных городов и невиданных по мощности комбинатов, люди, раздвигающие тайгу и покоряющие реки, чтобы еще раз заверить партию правительства, что все предначертания семилетки будут выполнены счастьем. Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа.